на самом деле до покраски у нас есть чем позаниматься да и красить не просто так всегда найдется для этого повод в данном случае повод весомый как видим краска ободрана да и ободран не только краска но и задран металл поэтому первую очередь у нас стоит выполнить кузовной ремонт исправить повреждения править будем споттером для этого необходимости расчистить до чистого металла при очистке видим что слой подложки под краткой выглядит довольно-таки внушительный при том что все это распределено по всей детали равномерно по мне кажется что это было все залито жидкой шпаклёвочкой но мы конечно до металла не будем защищать всю деталь если уж говорить откровенно то машина была вся крашена и вот такой слой шубы находится на поверхности всего автомобиля с какой целью это было сделано мне не понять мы люди маленькие и хорошо бы если нам хватило образумения хотя бы в рамках нашего гаража работаем по нашим правилам делаем локальный ремонт предварительно расчистим до железа начинаем работать споттером но еще плюс для споттера небольшое приспособление и довольно таки быстро вытягиваем нашу длинную вмятину но и попутно подправляя небольшие ямочки все эти повреждения можно наблюдать визуально либо тактильно проще говоря просто пощупать при работе споттером могут появиться дополнительно бугорочки либо при вытягивании вмятин могут появиться дополнительно выпуклости все это пробиваем легким острым молоточком даже если у нас металл слегка растянулся при вытягивании помощью данного молоточка легко осадить растянутый металл и заодно исключаем возможность вдруг случайно пробить провалить плоскость сразу вытянуть все идеально это нереально поэтому процессе требуется постоянные корректировки то есть где-то подтянуть а где-то забить обратно данная дверь получила повреждения не в одном месте поэтому остальное показали процессе будем считать что кузовной ремонт мы сделали а теперь проводим этап подготовки покраски надбиваем риску под шпаклевочку желательно максимально охватить область обработки здесь дверь у нас предлагает трехмерные криволинейные поверхности поэтому подручнее обрабатывать их при помощи чиповальной машинки с кругом на 125 больше есть вероятность металлизировать данный процесс что можно сказать хоть свой поклевки вроде и небольшой но все равно первый свой положил шпаклевка со стеклонаполнителем не такие уж и будут большие просадки или случайно отвалится во всяком случае надежнее чем это жидкая шпакля а процесс уже идет вовсю 1 вот поклевки мы не только за шлифовая ли и выровняли но уже и наложили второй свой шпаклевочка это универсальная хорошая такая шпаклевочка получилась без пор легко уж курится в общем последняя градация наждачки которую мы обработали это на 380 на него наложили слой грунта его достаточно было и одного слоя грунт использовался оверкост шлифуется слегка потяжелее но вполне обрабатывается на него вполне можно укрыть красочкой так как он является и финишным слоем перед покраской мы его перед началом зачернили а затем нашли в машинке с наждачкой на 500 зашлифовали всю загрунтованную поверхность да чё там всю дверь за одним делом да 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...